Ну а куда я дальше? Дальше я поеду на Paradise Beach, скорее всего, не хочется мне пока шастать по местам. Может быть заеду я куда-то вот в сторону Грантика, это известное кафе в Гоа, в узком кругу покажу вам эту ругаловку, если получится. Там поспрашиваю еще насчет жилья. И вот знаете, наверное, сейчас философских вещей-то будет больше философских видео, потому что я один остался, а когда ты один, ты уже так не разбрызгиваешься на все вокруг. Все больше начинаешь о чем-то думать. Сейчас интрига дня, так же здесь Галима, как и прошлое два раза, как я сюда приезжал, потому что что-то как-то в этом году не радует. Ради бич, самое красивое место раньше было здесь, ну а так в последнее время болото какое-то. Вроде прилив, плюс-минус, но здесь вода вообще почти голубая была все время. Я сюда вот это вот перся, столько времени, чтобы опять эта лужа здесь была. Ой, как это надоело, вы себе не представляете, просто жесть. Вот как это работает. Почему два года назад здесь было идеально, а сейчас нет. Может быть это луна там в небе, что влияет. Ливы, ливы. Не искупаться нормально. Не позагорать. Вот, кстати, вы можете меня спросить, что за прикол с этими попрошайками? Чего ты так отзываешься о слабом поле? Да, это просто хохма. Мы так горжали с Игорем, катались по полу реально с этих людей просвещенных. Познакомился с двумя девушками, они такие просвещенные, просвещенные. Прям вообще, я даже не знаю, там третий голосовал бугорит. И я познакомился, вот это посетили, поговорили, пошли, сели. Они что-то решили позавтракать, покушать. Я с ними сел, вот это, что ты будешь, в принципе, ничего и не хотел. Я просто водички заказал там за 20 рублей. Сидим, разговариваем, общаемся, смеемся. Потом все, конец, подходим. Рассчитываться, ну, думаю, такое. Как бы у меня особо комплексов нет по этому поводу, но они что-то там ковыряются. Я думаю, как вот сейчас я буду за эту воду платить отдельно, как-то так оно не очень выглядит. Думаю, заплачу за них, не вопрос. Вот. И что я делаю? Я говорю, девочки, я вам сейчас заплачу, забудьте. А наличных у меня нет, у меня только Apple Pay. А кафешка, типа, ну, такая модная. И Apple Pay там должен быть, должен работать. Я говорю, типа, давайте Apple Pay заплачу. И этот чудак, который там работает, говорит, да, ой, нет, у нас не работает, сори. Я говорю, вот незадача. Говорю, девочки, не получится. Жалко, конечно. И что они мне говорят в ответ? Представляете, вот давайте. Евгений Друзь, чтобы предположил. Да. И Федор Двинятин. Они бы даже, наверное, только не предположили. Ну, отдашь вечером. Мы заплатим, отдашь вечером. Просто это, ну, я не знаю, мы ржали с Игорем. Это невозможно. Что это такое? Как бы понятно, пацан сказал, пацан сделал. Но я думаю, в Одессе было бы вот так. Вот девочки бы эти сказали, да ничего. Типа, ты что, там, у нас 10 гривен не будет, заводу отдать. Там, типа, все. Как бы не вопрос, мы расплачиваемся. Расплачиваемся, расплатимся. Здесь именно расплачиваемся. И на полном серьезе мне говорят. Ну, отдашь вечером. То есть, там счет, типа, знаете, 610 рупий, 10 моя вода стоит, или там 620. 20 моя вода стоит, 600 все их. И люди говорят, отдашь вечером. Это просто был, ну, шок. Да, но я постарался не показать. То есть, люди за 20, за 10 грешек просто себя, ну, вот, сразу же с ног до головы обосрали. Вот. Чисто по-человечески. Вот, видите, какая водичка. Может быть, здесь вот как раз и искупаться сегодня, и позагорать. Надо так и сделать. А вот Paradise Beach. Там мы гоняли на мопеде. А вот Ready Beach. Это такой первый звоночек был, ну, такой прям серьезный звон, знаете. Потом второй был смешной. Это тоже было смешно. Типа Игорь говорит, ну, мы девочек встретили. Ну, я думаю, жене нам надо подарки какие-то купить. И вот эта особо просвещенная девочка говорит. О, так попроси вот эту мою подружку. Вот, попроси, она там время найдет, она тебе сделает, она тебя проконсультирует за денюжку. То есть, наша общая знакомая, уже хорошая, за деньги должна помочь Игорю найти какие-то вещи там. Какой-то халатик там, я не знаю, платье там, я не знаю. Вы представляете, ну, какой маразм? Ты что там в головах людей? Потом мы едем на концерт. Ой, мальчики. А куда вы едете? Ну, там на концерт едем. Ну, если что, приглашайте и меня тоже. Приглашайте и меня тоже. Ты кто вообще? Кто ты? Почему? Ну, потом еще едем, выбирают украшения. Останавливаемся, начинаем разговаривать. Ой, мальчики, кто хочет мне сердечко растопить? Купите, подарите. Но меня вот просто, я не знаю, меня б стошнило, если еще бы немножко. Знаете, вырвало бы от этого всего. Ну, вот такая вот история. Вот как-то так это работает. Ну, я-то деньги отдал за тот завтрак. Но просто сам подход, вы видите, просто это ужас. И эти люди просвещенные, эти люди других учат психологии. Учат, как нужно вести себя с другими людьми. Как там постигать, я не знаю, силу земли, силу неба, силу солнца. Кого я здесь встретил, он посреди таких пацанов. Да что же вы убегаете? Я только слез с мопеда, чтобы вас поснимать. Это шлем снял. Я надеюсь, вы что-то там и видели, нет? Бебезьянки маленькие. Ребят, так не работает. Я специально остановил мопед, припарковался, стащил с головы вот эту историю, чтобы вас поснимать, а вы разбежались. Что это такое? Ну, вон что-то там. Бегает, сидит маленькая. Я говорю, я видел вот такого плана обезьяну, как вот эти, только очень большую в человеческий рост. И это было прям очень ярко, я вам скажу. Обычно, ну, обезьяны, они не боятся никого, они агрессивные. Может, здесь индийские какие-то такие, запуганные. Ну, что делать? Сегодня вообще воскресенье, какой-то зоопарк. Кабана встретил возле Animal Planet, не поснимал. Обезьян здесь. Очередной какой-то праздник здесь индийский. Не проехать, не пройти. Так, ну что, вот я в Грантике. Заехал в Грантик. Для меня это место очень было странным все время. Сколько мы сюда заезжали, я не мог понять, почему здесь все тусят. Но здесь все тусят, посмотрите. Прям реально забито. Сейчас, может, что-то себе возьму. Там какие-то обломки кораблекрушения. Плавали в том, что мы заказывали здесь несколько раз. И это было, ну да, как-то так выглядело не очень и стоило, в принципе, я не знаю, на процентов 10 дешевле, чем в других заведениях. Ну, 15. Чиз омлит ролл закажу. Один чиз омлит ролл. Да, там какая-то аппарата. Сейчас меня запишут. Ватермелон джуус. С другой стороны, что я могу сказать. Фрукт селлит, айс крим 100 стоит. 100 рупий. Я только что заезжал в наше любимое место в прошлом. Там 200 стоит. То есть два раза. Ну, разница плюс-минус ощутимая. Сейчас посмотрим на размер. Цена 100 рупий. Я так что заезжал, было 200 по пути сюда. И, блин, он больше, чем там, чем в кафешке на главной улице. В два раза больше и в два раза дешевле. Смотри, какой мороз. Да, да, классно, классно. То есть я сюда ехал, я как бы так сарказмом отнесся к этому месту. Ну, посмотри на эту стену. Ну, здесь вот так вот, да, выглядит. Очень и очень все. В Бэнксе, не иначе. Да, очень все так минималистично, скажем так. Но салат прям внушает доверие. Если говорят размер не главное, то, блин, здесь наоборот. Здесь, конечно, размер внушительный. Вот это вот бывает же такое. Познакомился с Семеном, с Фишаем. И как-то не по себе, потому что я-то общался с Валенсией, а это его бывшая. Даже Семен больше познакомился со мной. Вместе мы пришли в Грантик. Посоветовала, что взять. Я и взял. Потом говорит, садись, давай пообщаемся туда-сюда. И так как-то некомфортно. Хотя, понятно, они уже давно не вместе. Но что-то вот есть, знаете. Такой дискомфорт. Что сказать про Грантик? Я был не прав, ребят. Я был не прав. Потому что мороженое, фруктовый салат 100 туриков. Потом чиз-омлет какой-то. Что-то там. Эк-чиз-омлет. По-моему, 70. Сок 30 арбузный. Вообще шикарная цена. Я буду сюда приезжать. Как так? В прошлый раз я этого не заметил. А сейчас даже очень заметил. За 200 тугриков так вкусно поесть. И недорого, и в принципе качественно. Вот. Errara humanum est. Человек заблуждается. Если я правильно вспомнил эту поговорку. Заплатил 200 тугриков за все. Отлично поел. Снял вам грантик. Познакомился с Семеном. Посоветовал ему всякие паблики. Потому что у Семена... Мы про политику больше говорили сейчас. И у него свой взгляд на жизнь. Но он даже не в курсе про какие-то вещи, которые происходят в Украине. И я ему посоветовал украинские паблики. Но такие, которые уже запрещены в Украине. Но они... Я вам скажу так. 99% всего, что там пишут, оказываются правдой. Поэтому я их читаю. И Семену тоже их посоветовал. Самое приятное, что он попросил даже, чтобы получить альтернативную точку зрения. Вот это очень ценная история у людей. Потому что многие люди закрывают уши, глаза и не хотят ни слушать, ни видеть. Я, кстати, плюс-минус такой же. Я пытался понять альтернативное мнение, отличное от моего. Но всегда... Ну, не закрываюсь. Я слышу очень много ахинеи и все. И не могу дальше слушать. Вот. Ну, посмотрим, как Хишай к этому отнесется. И сможет ли он побороть себя. А тут еще, посмотрите. Какой есть милый щеночек. Такой классный, блин, мы с ним игрались. Что, малютка? Как ты? Как ты маленький? Такой хороший песель. Вот может забрать тебя к мистеру Джону? Ну, ты ж из маленького щенка превратишься в большого пса. И что с тобой делать? А? Непонятно. А еще, если к тебе привыкнуть, то что? Куда? Куда тебе забрать? В Одессу тебе не заберешь. Тем более, там кот Фаро. Что ты там ищешь? В туалет хочешь? Или там что-то закопанное? Какая-то косточка у тебя? Какие же они все классные, когда маленькие. Эти песели. Люблю я собак, но вот таких маленьких. Они пахнут вкусно. Они прикольные. Взрослые собаки тоже хорошие. Они добрые, преданные. Но с ними надо гулять все время. И вот это вот в квартире запах. Поэтому все-таки я предпочитаю котей. Они так больше на долгосрок. А они когда маленькие котята классные, и когда вырастают тоже хорошие. Без запаха. Плюс-минус. Опять иду на закат. День очень пролетел быстро. С утра я посмотрел эти квартиры. Потом поехал на Paradise. Немного позагорал. Вот такой выходной. Потом, видите, в Грантик заехал. И с Фишаем мы долго разговаривали. Достаточно. Около часа, наверное. И сейчас заехал домой. Завез овощи. На шакшулку. Завтра буду жарить себе яичницу. С утречка. А то там, блин, уже яйца скоро испортятся. И иду на закат. Это самое классное время. Все выходят на пляж. Я тоже выйду. Не заехал я никуда по пути. В Грантик. В плане квартир. Каких-то. Я подумал. И, может быть, это оправдание я нашел для самого себя. Но мне кажется, что нет. В чем оно состоит? В том, что мне надо жить возле моря. То есть, там точно мне не подходит. Потому что, если я не живу возле моря, я не бегаю. Потому что бегать в Гоа можно только по пляжу. А так тебя или машина собьет, или мотоциклист. Или ты от пыли задохнешься. Поэтому мне нужно возле моря. И вот это самое нормальное место. Или то, что мы с вами смотрели сегодня. Примерно за ту же самую сумму. Но плюс-минус отдельно. Но такой бомжатский вариант. Может еще полазить там, по тем краям. Но не знаю. Найду ли я что-то дешевле или лучше. Поэтому я понял, что возле моря обязательно надо снимать. Может быть, я останусь у мистера Джона. Если он за 250 сдаст, то хорошо. И тоже самое забавное будет, если он на меня обидится. Из-за того, что я ему за нос вожу. Но я не вожу за нос. У меня просто еще... Когда вчера начал спрашивать. Неделя осталась. Я еще неделю живу. Но с другой стороны, ему можно понять, что Новый год. И мне нужно что-то ему сказать. Ну вот скажу, наверное, что если за 250, давайте я буду жить у вас. На последнем этаже. Потому что, ну, не знаю, что там будет. Но появится девушка. Значит, пусть появляется с жилплощадью. Со своей. Я буду жить у мистера Джона. Или втайне водить. Так что так. Каждый раз вот рассчитывать на что-то такое. Я уже себе сто раз говорил. Не надо. Надо жить для себя. Отчасти поэтому я и сейчас в Гоа. И не с Валентией. Что правильно сделал. Как бы, да, думаешь, что вот может быть так. Но делаешь как тебе удобнее. Вот я, наверное, все-таки буду делать как мне удобнее. В этой ситуации. Так, ехал в Грантик. И решил поспрашивать. Еще комнаты за 12 тысяч предлагают. Это вообще дешево. Брат решил приехать ко мне. Поэтому там уже у мистера Джона вроде как не очень получится. Но опять же брат непонятно. Приедет, не приедет. Он все время обещает. Ну, мало исполняет то, что говорит. Сейчас посмотрим, что за 12 можно снять. Мне прям интересно. Тут люди живут. Балкончик есть. С видом на джунгли. И уже матрас лежит. Душелет. Ну, такая типа кухня. Ну, нормально. За диссюню. Как вам? За 10. 10 тысяч. Комната это. Ну, там матрас лежит. Ну, кухня. Ну, балкончик есть. Ну, такая она плюс-минус как у мистера Джона. Но мистер Джон за сколько там сдает? В 2,5 раза дороже. Если не больше. Ну, да. В 2,5 раза. Плюс мопеды еще по 6 тысяч. Здесь все дешевле. Ну, вот здесь плюс-плюс то, что здесь грантик находится близко. Магазин. Да, ликероводочная. Это, конечно, минус. Да. Ну, как вариант. Конечно, здесь нужен мопед. Ну, за 6 тысяч здесь снимать мопед шикарно. Вот на месяц можно снять. Может даже сторговаться за 5 тысяч. Эту комнатку тоже недорого. А 27-го она освобождается, а мне 30-го надо. Ну, он сказал, с 27-го снимите. То за 10 отдам. Как вариант. Как вариант. Конечно, здесь моря нет. И, конечно, вот снять ее, блин, а потом брат не приедет. Такое может быть тоже. Шаверма. И видите, здесь питерцы живут, судя по всему. Охота. Соседи на меня охотятся. Это уже следующий сосед. Вот. Поймал меня. Говорит, нужна комната. Я говорю, ну да. С кондером без... Ну, вот с кондером 20 тысяч хочет. Ну, может, это огромная комната. Из-за 18 без кондера. Если тут огромная терраса, кондиционер. В принципе, можно и подумать, если брат приедет. А если что-то, я смотрю, может быть, не совсем все хорошо, то и не надо. Сейчас глянем. Плиточка такая. Сады. Good Wi-Fi. Good Wi-Fi, я? Так. Ну, такая комната большая. Кухня есть. Close. А, close. No balcony? Да. Балконы здесь. А, понятно. Балкон там. Одна кровать. Ну, что-то это маловато, конечно. За 20 тысяч. Ну, и балкончик такой странный. Так. 40 тысяч. Зашел еще сюда. Заехал мимо. Тут баня какая-то. И остановился. Движ. Музыка играет. Пришел спросить. Ну, вот кухня такая. And what is there? Another room. Another room. Not included. Not included. Понятно. If you want one more room, then rent more. I see. Ну, вот с ракет. 40 тысяч рублей, рупий, 20 тысяч гривен. Лихо. 500 долларов за вот такое вот. То есть. Ага. Ага. And AC. You can pay for AC more. No AC. No AC for the loan. Okay. I see. Ну, вот вы поняли, да? Это то, о чем я вам говорил. Что здесь люксы искать как бы и не стоит. Вы можете снять за 100 долларов вот такую же квартиру, немножко поменьше. А вы можете снять вот за 500, получается, да? Да, получается 500 долларов за такую ахинею. Мама дорогая. 500 евро даже. Просто смотришь и плачешь. Представляете, там, где я живу сейчас, у мистера Джона насколько лучше. Ну, это, наверное, безлохая жизнь плохая. Я не знаю, как так. Не море здесь, ничего. Ну, вот так вот. Короче, вылетели из Франкфурта и прилетели обратно во Франкфурт. Оказалась какая-то поломка самолетом, что-то там со стеклом, трещина или что. И надо было обязательно лететь обратно. Ну, это просто пипец. Не долетели минут 30-40 до Бордо. Ой, что сейчас дальше будет, вообще не понимаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!